В тот вечер житель Засвияжского района Ульяновска привел в гости свою девушку. Однако его соседку по коммунальной квартире это не устроило. Она сделала мужчине замечание о его ветренности. Начался скандал. Сплетница получила несколько ударов кулаками. А после пары удалилась и пила в своей комнате алкоголь. Состояние опьянения, агрессия только нарастала. И житель Засвияжья избил соседку. Он нанес ей более 40 ударов руками и ногами по голове, телу и другим частям. Затем он посчитал, что этого недостаточно будет. Он отломал ножку от стола, находящегося в комнате потерпевшей. После чего вышеуказанной ножкой нанес более 10 ударов по различным частям тела потерпевшей. Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. А убийца скрывался от органов следствия. Вскоре мужчину поймали, и он частично признал вину, надеясь, что доказательств не хватит. Однако стороной государственного обвинения были представлены достаточные доказательства, убедившие коллегию присяжных заседателей вынести единодушный вердикт о том, что именно он, подсудимый, виновен в совершении данного преступления. Причем они, присяжные, посчитали его незаслуживающим снисхождением. В результате подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Радует лишь то, что любовь оказалась настоящей. Подсудимый и его девушка создали новую ячейку общества на территории СИЗО. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Управду ТВ.